МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события, факты и комментарии. В начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько праздничных выходных будет у казахстанцев в октябре? Узнаем из наших соцсетей. Осторожно, мошенники! Лжесотрудники Павлодар Энергосбыта предлагают горожанам бесплатную замену счетчиков. С днем рождения! Кинжиколе с размахом отпраздновали 96-ю годовщину села. Спонсор новостей Аксусский завод феросплавов. Один из крупнейших производителей и поставщиков феросплавов в мире. Павлодаре активно готовится к предстоящему республиканскому референдуму. Создан колл-центр, где можно узнать о своем избирательном участке. А тем временем общественники, депутаты и просто нервонадушные к судьбе государства люди выражают свое мнение о строительстве атомной электростанции. Одно из них услышала моя коллега. Чуть больше недели остается до общенационального референдума. Казахстанцы должны принять важное для страны решение. Нужна ли нам атомная электростанция? Напомню, вопрос строительства АЭС поднимали в разные годы ученые и политики. Главный аргумент – дефицит электроэнергии, которую вынуждены покупать у соседей. Павлодарские предприниматели высказывают свое мнение по этому поводу. Мы являемся страной, которая производит больше всего урана в мире и второй по залежам. В нашей стране сосредоточено именно производство уранового топлива. Это на Ульбинском металлургическом заводе. То есть мы строим электростанцию, которая будет на собственном материале, на собственной энергии. И мы не будем зависеть от покупки этого извне. Напомню, если за строительство АЭС проголосует большинство жителей, ее планируют построить на Балхаше. Референдум состоится 6 октября. Александра Петрова, Станислав Кейхин, телекомпания «Ирбис». Один за всех и все за одного. По такому принципу уже многие годы живет трудовая династия Ахмедиевых. Трудятся они на Аксузском заводе феррасплавов, всегда поддерживают друг друга и радуются успехам. С преданными делу людьми встретился наш корреспондент. Династия Ахмедиевых – неотъемлемая часть бесперебойно работающего механизма. Их общий стаж работы на Аксузском заводе феррасплавов акционерного общества «Транснациональная компания Казхром» почти 200 лет. Глава семьи Камбар Ахмедиев. А начинался общий трудовой путь с его мамы, Айджамал Акишевой. Продолжает славную традицию сын. Началась эта династия еще с моей бабушки, которая работала еще в Советском Союзе при Ермаковском заводе феррасплава. В дальнейшем устроился сюда мой отец. Пришел он сюда после училища в 86-м году. И по сей день он работает здесь, на Аксузском заводе феррасплава. В трудовой династии 8 человек. Все они специалисты разного профиля. Рахат Ахмедиев, к примеру, инженер-геодезист. А его двоюродный брат Азиз Ахмедиев работает начальником участка цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики. В 2021 году он был удостоен награды как передовик производства. Наша династия работает и охватывает весь завод. Все цеха. Во всех подразделениях работают. Очень рад, что мы все здесь работаем. Мои родители здесь работают. Ну и думаю, что будем продолжать так же здесь работать, приносить пользу нашему заводу. К семье на предприятии относятся с уважением. К тому же они настоящие новаторы. Постоянно что-то изобретают и усовершенствуют. Их характеризуют как преданных своему делу людей. Часто всей семьей собираемся под одним шанараком, в нашем родном гнездышке. И даже дома мы не можем обойтись без разговоров о работе. Обсуждаем идеи, которые могут улучшить производительность и помочь в работе. Наша династия дружная. Мы держимся друг друга. И думаю, в этом наша сила. Славный трудовой путь династии Ахмедиевых на Аксусском заводе феросплавов продолжается. Они намерены достичь еще ни одного производственного рекорда. Азамат Айтхалин, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Справедливость восторжествовала? Житель Павлодарской области доказал в суде, что не управлял авто под действием наркотиков. И потребовал выплатить ему компенсацию за незаконный арест на 15 суток. Что из этого вышло, узнаем в нашем обзоре социальных сетей. Смотрим. Водителя задержали полицейские Байнаульского района, заподозрив в наркотическом опьянении. Фельдшер подтвердил их предположение. В итоге мужчину арестовали и лишили правь на 7 лет. Однако он смог доказать, что не употреблял запрещенные вещества. Суд признал действия стражей порядка незаконными и отменил административное дело. А бывший обвиняемый потребовал компенсацию 20 миллионов тенге. Его иск удовлетворили частично, назначив выплатить 1 200 000 тенге за моральный вред и юридические расходы. В этом году День Республики приходится на пятницу, поэтому отдыхать казахстанцы будут 3 дня подряд. 25, 26 и 27 октября. А 28 понедельник будет рабочим днем, сообщает инстаграм-аккаунт телекомпании Ирбис. Этот ласковый кот по кличке Лимон восстановился после интенсивного лечения. Теперь он готов к новой жизни и мечтает попасть в добрые руки, передает rbstv.kz. В приют котик попал в тяжелом состоянии. От того, что долго скитался по улице, на мордочке и передних лапах у животного появились гниющие раны. Сейчас он здоров, привитый, кастрирован, ждет любящего хозяина. Если вы хотите подарить лимону дом и заботу, то срочно звоните по номеру 8707-702-5182. Хоть у тебя и меньше стало на одну жизнь, будь уверен, что теперь все хорошо и найдется тот человек, который не будет представлять, как это пить чай без лимончика в гордом одиночестве. Такой красавец! И на улице? Забирай его скорей, добрый хозяин! Территория школы номер 36 экологической направленности стала еще зеленее. Учащиеся вместе с педагогами и во главе с директором высадили ели. Акцию провели благодаря гранту, который выиграли по проекту «Бергемыс Таза Ален». Природа зовет нас беречь ее. И мы, школа номер 36 города Павлодара, отвечаем на этот зов. Наши проекты помогают каждому ученику понять. Маленькие шаги создают великое будущее. В конкурсе, направленном на защиту окружающей среды, участвовали 112 школ со всей республики. По результатам победителями стали юные волонтеры 8-9 классов Павлодарской школы номер 36. Получили грант на сумму 300 тысяч тенге. Деньги потратили на озеленение территории. Наша волонтерская группа в количестве 26 учащихся 8-9 классов выиграла этот конкурс. И мы сейчас присутствуем на заключительном этапе данного конкурса. Сегодня мы высаживаем 10 елей на территории нашей школы. Мы делаем благое дело. Мы, школа экологической направленности, будем впредь продолжать работу в данном направлении. Юные защитники природы на конкурсе презентовали проект ДОСТАР. Он стартовал в школе еще в 2023 году и объединил почти 2000 учащихся учителей и родителей. Работали по трем направлениям. Волонтерство, благотворительная деятельность, экология. Считаю, что эти акции нужны, чтобы помочь нашей природе, чтобы у нас был свежий воздух. На территории школы сегодня высадили 10 елей. За ними будут бережно ухаживать ученики и педагоги. Азамат Айтхалин, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Реклама будет недолгой. Затем вернемся в студию и продолжим знакомить вас с материалами корреспондентов телекомпании «Ирбис». А еще впереди новости спорта с Артемом Булановым и завершит выпуск специальный информационный блог. Так что дождитесь, будет интересно. Астана Вижн. Лидер офтальмологии Казахстана. Почему? Потому что применяет самые передовые и инновационные методики лечения. Имеет самую широкую сеть клиник и самые значительные объемы хирургии. Высококвалифицированные врачи-офтальмологи знают о глазах все. Проводят диагностику для взрослых и детей, оперативное лечение катаракты и глаукомы, лазерную коррекцию зрения на лучшем оборудовании, амбулаторную хирургию и многое другое. Получить медицинские услуги в клиниках Астана Вижн можно по ОСМС. Астана Вижн. Выбор пациентов, основанный на доверии к профессионалам. У нас ровно минута. Вы вправе отказаться прямо сейчас или покинуть студию во время моих вопросов. Вы готовы? Да, я готов. Вам предлагали взятку? Было дело. Вы изменяли своей жене? Пока не приходилось. Вы садились за руль пьяный? Да, несколько раз. За что вам стыдно перед своими детьми? Ну, такие вопросы я не готов отвечать. Вся правда в новом проекте Тимофея Голева. В тишине. Скоро. На телеканале Ирбис. Мама едет. Не волнуйся, дорогая. Давай закажем пироги в пироговой лавке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА М-м-м, какой вкусный пирог. Телен молодец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во благо природы. Почти 9 тысяч сигалеток карпа выпустили в Иртыш. Это добрая ежегодная природоохранная акция Евроазиатской энергетической корпорации. На предприятии ответственно относятся к будущему нашей страны. А в этом убедилась съемочная группа Ирбиса. Эта процедура называется зарыбление. В Аксу к ней относятся очень ответственно. Каждую рыбку буквально с рук выпускают в реку. Попадая в естественную среду, моряки размножаются. Дают потомство. Результат виден уже через год. Природоохранные акции Евроазиатской энергетической корпорации всегда проходят с большим размахом. Евроазиатская энергетическая корпорация мероприятие по зарыблению реки Иртыш проводит ежегодно, начиная с 2011 года. За все это время выпущено в реку Иртыш уже порядка 300 тысяч сигалеток карпа. Осенью этого года мы выпустили 8736 сигалеток. Хочу отметить, что зарыбление было проведено согласно выданных нам научных рекомендаций. Благоприятное время проведения зарыбления. Зарыблением на станции занимаются уже более 10 лет. Оно проводится под присмотром и контролем специалистов отдела рыбной инспекции по Павлодарской области, управления недропользованием окружающей среды и водных ресурсов региона. Важно, чтобы популяция была здоровой. Выживаемость где-то будет в среднем 30-35%. Вода, получается, и температура воздуха допустимая. Отходов, как вы видите, сами не было. То есть рыба довольно хорошая. И я думаю, что иртыш не обеднеет. Новые речные обитатели благодаря стараниям сотрудников ЕГУ успешно пополнили фауну иртыша. Весь процесс прошел под наблюдением экологов и других специалистов. Азамат Айтхалина Мирабишев, телекомпания «Эрбис». Время экономических новостей. Сегодня о них нам расскажет Александра Петрова. Саша, приветствую тебя. Тебе хватает заработной платы? Привет, Владимир. На основные расходы хватает. А теперь давай сравним наши доходы. Здравствуйте. Как сообщают на сайте Нуркизет, средняя зарплата в Казахстане во втором квартале с учетом работников малых предприятий составила 383 365 тенге. В то время как официальный показатель – 403 251 тенге. Самые высокие доходы зафиксированы в Итыраусской области – 590 758 тенге. Самые низкие – в Североказахстанской области – 273 391 тенге. В Павлодарской – 335 733 тенге. Больше всего получают в финансовом и страховом секторе – 800 690 тенге. Те, кто трудятся в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, могут им только позавидовать. У них всего 235 153 тенге. Если доходы позволяют, приходите за качественной и удобной мягкой мебелью в Мегу. Модели от белорусской фабрики «Прогресс» сделают ваш дом уютнее. За наличный расчет скидка – 10%. Также действует беспроцентная рассрочка 0,012. Торговый дом Мега находится на Естая 77 в торговом доме «Практик» на цокольном этаже. Телефоны для справок 20, 40, 30, 8776 033, 40, 01. Большой выбор мужской и женской осенней обуви представлен в салонах «Ральф Рингер». Кроме того, в наличии удобная и качественная подростковая обувь фирмы «Баден Китс». Главное отличие европейского товара – это комфорт. Все модели имеют анатомические колодки. Приобрести обувь высокого класса можно в рассрочку, а летнюю коллекцию еще и со скидкой – от 20 до 30%. Салоны «Ральф Рингер» расположены в торговом доме «Тулпар» «Бутик-221», «Артур-2» «Бутик-356» и в старом «Цуме» «Бутик-22». Также есть салон «Ваксу» в торговом доме «Агидель» «Бутик-22». Болоневый жилет на замке или на кнопках – стильная, базовая вещь, которая должна быть в гардеробе каждого мужчины. Жилеты от «Глассман» отлично сидят по фигуре, подчеркивая мужественность и не стесняя движений. Осенью – это лучшее решение. Цена – 16 тысяч тенге. Утепляйтесь в рассрочку без процентов и переплаты. Сатпаева, 130, торговый дом, сити-центр, второй этаж. «Бутик» работает с 10 утра до 8 вечера. Style by Glassman. И в завершении курс валют. В Павлодаре доллар стоит 479 тенге, 50 тин. Евро – 535 тенге, рубль 5 тенге, 20 тин. И у меня на сегодня все. Владимир. Благодарю, продолжаем выпуск. В районе улиц Чокина-Камзина нет освещения, жалуются местные жители. По вечерам люди с опаской возвращаются домой. Они попросили помощи через наше мобильное приложение. Там все подробности. Давайте смотреть очередную подборку. Спонсор мобильного приложения – Павлодарский завод Эми. Приобретайте котлы длительного горения напрямую от производителя. Между этими домами 20-й лицей. Тут темно. Вот вообще. Как дети должны со школы домой возвращаться. Парк только там светится и все. Чокина-Камзина. Темно. Рядом школа 20-й лицей. Очень темно. Таможенный переход Косак. Вчера ввели электронную очередь в обед. Никого заранее не предупредили, не оповестили. Никакого объявления у них там не висело, что будет электронная очередь. Теперь просим помощи, чтобы дали колидор пройти тем машинам, которые в данный момент остались без электронной очереди. Сами ходили, разговаривали. Они сказали, что ничего сделать не могут. Листая, 99. Второй подъезд. На четвертом этаже живет инвалид первой группы. Он просит спилить эти ветки деревьев. На этой неделе приезжали бригада. Ничего не сделали, так и уехали. Просим, примите меру, пожалуйста. Листая, 99. Второй подъезд. Четвертый этаж. Ветки лезут в окно. Вот, пожалуйста. То коровы были, теперь вот лошадь посеется. Это гордый Кебастуз. Садоводческое общество. Энергостроитель. Здесь у нас недалеко лесхоз. И все вот коровы, лошади, весь скот пасется у нас на дачах. Ну, как так вот. И милицию вызывали, никаких мер не приняли. Хозяева живут в лесхозе. Им, наверное, выгодно вот так вот держать сок скот. Им, наверное, тоже витамины нужны. Скажут, мясо будет вкусное. Помогите, пожалуйста, вот от них избавиться. У нас у всех калитки ветхие, старенькие. Пенсионеры отремонтировать не можем. А они вот так ломают и заходят, и пасутся. Спонсор мобильного приложения – Павлодарский завод ЭМИ. Приобретайте котлы длительного горения напрямую от производителя. Завод ЭМИ – единственный в Павлодаре, где производят современные котлы длительного горения марки Эльбрус. Их изготавливают на профессиональном автоматизированном оборудовании. Вся продукция соответствует высоким стандартам качества и прошла сертификацию. Гарантия – до 5 лет. Котлы мощностью от 15 до 1000 кВт подходят как для домов, так и для коммерческих помещений. Они пользуются спросом по всему Казахстану. На заводе есть свой конструкторский отдел, где рождаются чертежи будущего изделия. Важный момент. Котлы Эльбрус реализуются без наценок, поэтому они дешевле рыночной стоимости. Ведь все поставки напрямую от производителя. Если вам нужен качественный товар, который прослужит долгие годы, обращайтесь на завод ЭМИ. Он находится по адресу Центральная промзона 230. Подробную консультацию вы получите по номеру 8 708 306 17 18 66 0403 или на сайте pzmi.kz. Ну а теперь коммунальная сводка. Ее ведущая Асиль Тлектесова. Она уже в студии. Асиль, приветствую. О чем рассказываешь сегодня? Приветствую, Владимир. О проблеме, с которой столкнулись жильцы одной из многоэтажек. Здравствуйте. В доме номер 1 по улице Жаяу-Мусы жалуются. Коммунальщики от подъездов перенесли мусорные баки к проезжей части. А сейчас вот все сюда выставили, даже дорогу перекрыли. Детям опасно. Мусор всегда ввозят, но уже второй, через час уже мусор полный у нас. Все летом сюда крысы лазают, мухи. Мы старые люди вот сидим здесь, отдыхаем, нам все оттуда лететь. Год назад на запрос повладарцев из жилинспекции прислали ответ. Чиновники обещали установить новые контейнеры и огородить территорию. Однако до сих пор ничего не изменилось. В Акимате жители просят еще подождать. Когда въезжаешь во двор, они сразу показывают лицо нашего двора. Во-первых, это очень неэтично. Во-вторых, это очень некрасиво. И в-третьих, неудобно очень. Поэтому мы просим разобраться в этом вопросе. Место здесь, в общем, одно уже отмечено, где их можно поставить. Участок под баки люди замерили с представителем из КСК. Специалист предложения жителей одобрил. Теперь они просят коммунальщиков выполнить обещание в срок. А теперь предупреждение от повладара «Энергосбыта». В компании сообщают, что в последнее время участились звонки от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками. Мошенники предлагают бесплатно заменить электросчетчики. Для этого запрашивают код, поступивший в СМС-сообщение. Компания призывает потребителей не верить незнакомцам и не сообщать никакие цифры. Таким образом, злоумышленники могут получить доступ к вашим персональным данным. Номера официального контакт-центра «Павлодар Энергосбыт». 903-309 или 8-701-031-73-23. Ну, это была вся информация к этому часу. Владимир, слово вам. Благодарю. Это была коммунальная сводка. Продолжим. Королей и королев осеннего бала выбрали в Павлодаре. Праздник для своих подопечных организовали сотрудники Центра социального обслуживания населения. Артем Буланов тоже побывал на этом ярком мероприятии. Сияющие улыбки, зажигательные танцы и интересные викторины для людей с особенными образовательными потребностями. Это уникальная возможность увидеть мир и показать свои таланты. Аниматоры сумели развеселить каждого гостя осеннего бала. А кроме того, для них подготовили вкусные и витаминные подарки. Такое прекрасное мероприятие, которое дети очень долго ждали. У нас это проходит традиционно каждый год. И они готовятся, они очень стараются украсить себя. Они приготовили костюмы, приготовили поделки, рисунки, приготовили стихотворения. В общем, они очень и очень ждут таких мероприятий у нас. В городском Центре социального обслуживания населения порядка 200 подопечных. Педагоги занимаются с детьми с особенными образовательными потребностями, навещая их на дому. Артем Буланов, Станислав Кекин, телекомпания «Ирбис». 96-летие родного села отметили жители Кинжиколя. При поддержке местных предпринимателей организовали масштабные праздничные и спортивные мероприятия с солидными подарками. Побывал на празднике и наш корреспондент. С самого утра в пригородном поселке проходили соревнования по конным видам спорта. В них участвовали команды майского района Аксу и, конечно же, виновники торжества. Победителям грамоты, кубок и солидное денежное вознаграждение от спонсоров. Как вы знаете, только в прошлом году мы отмечали 95-летие нашего села. Тогда старейшины предложили каждый год отмечать даты, в связи с чем предприниматели нашего села поддержали мнение Аксахалов и помогли в проведении этих соревнований. Большое спасибо за это. Гости разделили праздничный дастархан в столовой мечети имени Шайхы Ата, а также приняли участие в захватывающих состязаниях по Казахшакурес. В честь дня Кинжиколя, 96-летия, в нашем хокке проводится турнир по Казахшакуресу среди участников 11, 12, 13 годов. Спорткомплекс был построен в том году, в марте начали функционировать по спорткомплексу. Все отлично, нам нравится, детям самое главное нравится. А в местном доме культуры в честь дня рождения села состоялся большой праздничный концерт. Кинжикольцев поздравили и подарили свои номера творческие коллективы со всей области. Артем Буланов, Герман Сосновцев, телекомпания «Ирбис». Защитник Никита Скоробогатов стал игроком РТШ, а вот о его статистике все знает мой дорогой коллега, ведущий спортивных новостей. Артем Буланов, приветствую, докладывай. Приветствую, Владимир, здравствуйте, дорогие зрители. Статистика у 23-летнего хоккеиста действительно интересная. Он играл в Алма-Аты и в 40 матчах регулярного чемпионата Казахстана набрал 13 очков. Вот такой послужной список. А еще больше новостей спорта через мгновение и даже не вздумайте переключать. Составить оригинальное меню поможет отдел полезных продуктов, расположенный в мини-маркете «Шанерак» по улице Турайгырова, дом номер 6. На ваш вкус представлены свежезамороженные ягоды – ежевика, клубника, клюква, малина, облепиха. При заказе от 10 килограммов действует скидка и доставка. Смесь брокколей, опята, шампиньоны, мед алтайский и местный, кедровые шишки, орешки, душистые и пряные приправы мельницы, различные масла, кофе, борсучий и медвежий жир. Рыбные консервы, печень трески, филе тунца, горбуша, нерка, сайра. Большой выбор морепродуктов – мидии, креветки, кальмары, семга. Множество морских деликатесов от отечественных и омских производителей. Украшением стола станет красные кранерки, горбуши, киты, форели, чавыча. Прямые поставки из Сахалина. Пусть ваша жизнь будет вкусной. Отдел полезных продуктов. Мини-маркет Шанырак. Улица Турайгырова, дом номер 6. Мы запускаем уже третий сезон. Я Елена Делоградова, я всех приветствую в студии программы «Здоровая тема». Окулист, я офтальмолог, в принципе, это глазной врач. Как давно вы были у офтальмолога? У нас начинает глаз распирать. Есть правило 20-20-20. Моргать оказывается очень полезно для здоровья. Рождаются дети уже с врожденных катарактами. Но это была у нас информация для родителей. Мы говорим о глазах, что такое катаракта, что такое глаукома. Постоянно должно смачиваться. Рисуем восьмерку горизонтально или вертикально. Приобрести такое заболевание, как косоглазие. Ежегодный осмотр у офтальмолога. И это здоровая тема. Охлажденными прикладываем на веки. Ох, эффект действительно, я вам хочу сказать. Ясный взор до глубокой старости. Не пропустите на телеканале Ирбис. Интрига в розыгрыше второй лиги по футболу закручивается до предела. Футбольный клуб «Иртыш» обошел прямого конкурента в этой борьбе неуступчивый карагандинский шахтер. Шанс на успех невероятно высокий. До конца сезона белосиним остается сыграть один матч. 1 октября «Иртыш» отправится в гости к Козелжару. Команде нужна только победа. Оторваться от шахтера получилось в минувшем туре, когда обыгран был неуступчивый коллектив из Астаны. Да, последняя игра, заключительный тур будет 1 числа в Козелжар. Они на четвертое место вышли. Тоже достаточно крепкий соперник. И будем готовиться, потому что это финал. Шахтер же отдал инициативу повладарцам в минувшем туре, когда в Астане сыграл в ничью с резервистами одноименного клуба. Столичные футболисты долгое время ввели в счете, но под конец горняки все же реализовали свое преимущество. Этой ничей было достаточно, чтобы «Иртыш» наконец-то поднялся на первую строчку северо-восточной конференции второй лиги. Успех колоссальный. Отрыв составляет 1 балл. Преимущество необходимо удержать. Аксу пока занимает шестую строчку в турнирной таблице. Команда Рахмана Асуханова 1 октября примет Астану-Эм. Этот матч и закроет футбольный сезон в Павлодаре. Играть в одной команде со звездами испанского футбола Ямалем или Уильямсом – такая мечта есть у 17-летнего футболиста из Павлодара Нурали Оспанова. Он вернулся с Пиреней, где провел два месяца усердных тренировок. Этот парень теперь главная звезда в своей школе. Нурали отличается от всех своей филигранной техникой владения мяча, а также сильным ударом с обеих ног. В Испании он тренировался в сильнейшей юношеской академии. Теперь на прицеле у грандов местного футбола. Планирует играть в топ-чемпионате. Я ездил туда, чтобы возвращать свою мечту. Я хотел стать футболистом. Я первый раз, конечно, прошел в отбор в Астане, потом агентство забрало меня в Испанию месяц. Я там показал себя очень хорошо. И также я поехал на второй месяц, вот в августе. И думаю, так показал себя очень отлично. И это очень хороший шанс для будущих детей. Они могут там пополчить свою мечту, они могут стать футболистами. Нурали стал главным открытием Кубка города по футболу. Нападающий попал в число лучших бомбардиров турнира. А его команда едва не завоевала золотые медали, остановившись лишь в шаге от заветного трофея. В свои немолодые годы борец из Павлодара выигрывает турнир за турниром. Исмогул Аюпов стал чемпионом Казахстана по Казахшакурес. Атлет уверен, это не случайность. Своим секретом он поделился с нашей съемочной группой. Свои тактические приемы боец показывает на ковре. Он не просто обыгрывает соперников, а демонстрирует максимальное превосходство. Нередко поединки Павлодарца заканчиваются счетом 5-0 в его пользу. Соперники были хорошие, выступил я неплохо. Первое место взял. Соперники были очень сильные, чемпионы мира попадались. Хорошие партии были, очень хорошие. Они хорошо подготовленные. Так что не скажу, что легкая победа была. Исмогул Аюпов сегодня пример для детей, а также более молодых товарищей по ковру. Все хотят равняться на сильного Аксакала. А он признается, секрет прост. Для меня это жизнь. Мы же привыкли к этому. Привыкли к этому с утра до вечера. Работа, тренировка. Это большое спасибо Бекимир. Здесь он тренирует нас. Ураза нас готовит. Павлодарев в зал. Вольной борьбы нас готовят. Хорошие тренера. Там Алмаз и Арман. И спортинтернат Олимпийских резервов. Там нас готовят. Там меня, по крайней мере, готовят. Вера в себя и поддержка близких. Рецепт блестящих побед. Сейчас спортсмен готовится представлять наш регион и всю страну на первенстве мира в США. Новости спорта позади, но мы не прощаемся. Впереди специальный информационный блок. Новости спорта позади, но мы не прощаемся. Новости спорта позади, но мы не прощаемся. В автобусный парк города Аксу требуется механик со стажем, водители с опытом работы категория D, контролеры, кондукторы, автослесарь. По всем вопросам обращаться по номеру 8 775 69 68 666, адрес город Аксу, улица Жильтоксан, 5 Б, автобусный парк. В ТОО города Аксу требуется водители на автокран 25 тонн, водители на автотралы, бригады каменщиков, разнорабочие. По всем вопросам обращаться по телефону 8 747 677 76 96. Вот таким был сегодняшний день, запомните его. Для вас в студии работали ведущие Владимир Чубенко и Артем Буланов. Новостей на сегодня больше нет. Смотрите лучше. Читайте первыми. Счастливо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok